Есть такой закон висцеральной терапии. Организм не выносит, когда на него оказывают вмешательство. Если я оказываю вмешательство на Максима, я об этом всегда узнаю. Теперь я не оказываю давление на Максима, я прошу его надавить на меня. Пожалуйста, никаких проблем. Я получаю тот же результат, как я глубоко прохожу, а он ничего не чувствует, потому что он давит на меня. Но если случайно, не дай бог, шевельную пальцами... Запомните, пожалуйста, в глубине тканей не надо ничего делать своими руками. Надо создать только барьер. Видно ли? И просите пациента самого, пациент сам давит, видно ли? И вы достигаете того результата, который вы хотите. Я хочу немножко сделать не сбоку, а сзади. Я встала так. Или спереди, я встала так. И прошу его давить на мои руки. Я не знаю, что происходит с телом, но когда оно само давит, ему совершенно не будет. Друзья, вы на канале Прикладная кинезиология ООПК. Для того, чтобы всегда быть в курсе наших новых видео, нажимайте на кнопку в левом углу экрана и подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать колокольчик. Ну а прямо сейчас вы можете перейти на следующий видеоролик и посмотреть, что интересного есть по Прикладной кинезиологии. Прикладная кинезиология ООПК – все самое полезное и интересное для личностного и профессионального роста. Прикладная кинезиология ООПК.